МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Астана опера распахнул дверь из зал барокко. Частичка Венеции появилась в холодной столице. Зимний сезон в галерее Хассанат заполнится публике экспозиции картин из теплых стран. На этот раз столичным ценителем была представлена персональная выставка итальянского художника. Произведения Луиджи Раваньяна рассказывают зрителям об его родном городе. Я учился и жил в Венеции. Я очень хорошо знаю этот город, и с ним у меня теплые отношения. Я пытаюсь передать зрителям те чувства, которые дарит мне Венеция. Основным мотивом данной выставки является эмоциональное восприятие автором города на воде. По словам эксперта, он использует прием, который позволяет зрителям лучше узнать легендарный итальянский город. К слову, живописец не получил художественного образования. Может быть, поэтому в его картинах чувствуется свобода мысли и экспрессивность повествования. Все-таки чувствуется, что он не испорчен академической школой. И самое главное, все-таки его эмоциональность такая сильная. Он не использует много переходов, экспериментирует с техникой. Если заметили, то он пишет на газете, наклеенной на пластик. Кстати, газета придает объем образу. И водные каналы на картинах кажутся более естественными. Борьба города со временем – именно такой рейтмотив полотен автора. Увидеть творение художника можно до 2 февраля. Оперы, оратории, концерты и сюиты – все эти жанры музыкальных произведений присущи эпохе барокко. Протяженные мелодические линии и строгий ритм – именно это отличает ее от любой другой. Наша съемочная группа посетила концерт, посвященный шедеврам Великой Эпохи. В столице крещенские морозы. Но, несмотря на это, в Астана-Опера всегда уютно и тепло. Сейчас мы возьмем интервью маэстро в зале Мухеддинова и пойдем слушать элегантную музыку эпохи барокко. Программа открыла цикл концертов «Музыкальная гостиная барокко». Хотелось бы отметить, что вечер под названием «Великие имена Великой Эпохи» прошел в новом зале театра. Компактное, но вместительное помещение рассчитано на 100 мест и оформлено в стиле барокко. Как вы сами видите, зал оформлен в стиле французского Версаля. Это вот во-первых. Во-вторых, музыка этой эпохи требует камерного исполнения. Поэтому в концерте задействован малый оркестр. Он небольшой, вы сами видите. Я считаю, что этот оркестр очень гармонирует с залом барокко. В программе «Вечера» прозвучали творения гениальных композиторов той далекой эпохи. Композиции Иоганна Баха, Александра Марчелла и Генри Перстала исполнили лучшие солисты. Камерный оркестр под руководством дирижера Абзала Мухеддинова в очередной раз блеснули своим мастерством. Вы правильно заметили, сегодня этот концерт впервые проходит в новом зале. Это небольшой, но такой уютный зал. Он более всех соответствует камерной обстановке музыкальной гостиной. А чудесный напольный мрамор, он создает идеальную акустику для звучания именно барочной музыки. Столичный театр оперы и балета продолжает радовать своих гостей. И в ближайшее время приглашает всех на самые громкие премьеры прошлого года – балет «Карагоз» и оперу «Абай». Для тех, кто хочет пополнить свой культурный багаж – афиша событий Казахстана. Государственный театр оперы и балета приглашает всех на праздничный концерт «Ужель та самая Татьяна». В стенах центрального выставочного зала города Алматы представлены фотокартины Никиты Басова. В зале Карагандинского областного краеведческого музея проходит выставка голографических портретов «Казахские ханы». Мы продолжаем рассказывать вам о событиях, явлениях и людях из мира искусства. Смотрите нас также на сайте 24KZ. И помните, в культуре основанием служит вершина. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok